И строю графическое представление этих значений, этих скорингов. Вот, собственно говоря, они. Выше всего скоринг идет для кантри 14. То есть для Венгрии. Ну, мы когда обсуждали результаты дискрим-анализа, мы как раз отмечали, что Венгрия одна из переменных, которая сильнее всего склоняет скоринг в пользу неучастия в профсоюзе. Но опять же не это важно. Важно только то, в данном случае, что та или иная страна фактически означает сдвиг. Вверх или вниз относительно других стран зависимости по остальным переменам. Здесь остальные переменные для простоты визуализации представлены одной переменной удовлетворенность работы. Так, чем выше удовлетворенность работы, тем, соответственно, выше скоринг по категории неучастия в профсоюзе. А если на самом деле дело обстоит другим образом? Если на самом деле в разных странах эти линии не просто располагаются одна выше другой, а имеют другой наклон? Для выражения этой идеи нужно совершенно по-другому задавать линейный многочлен. Нужно было бы заранее готовить переменные с перемножением той или иной страны и остальных переменных. Это очень трудоемкая задача. И перемножить все варианты, если и реально физически, то рассчитать такую модель для большинства компьютеров не под силу. Но мы можем подступиться к решению этой задачи посредством пробит регрессии. Вернемся к массиву, с которым работали в рамках дискрим-анализа. Этот же массив присутствует и на странице.